Привет! Любишь стримы по разным играм? Тогда тебе на канал моего друга Дани. На его канале есть много стримов по разным играм, так что если тебе скучно, то советую подписаться на его канал. Также в ближайшее время ожидается конкурс, так что советую подписаться на канал. Ссылочка в описании и закрепленном комментарии. А мы переходим к ролику. Сплошные перестрелки в сталкере. Это плохо? Или хорошо? Интересно играть в моды, где все тебе друзья? И где все против одного врага? Сегодня я отвечу на эти вопросы. Всем привет! Вы на SP Channel. И сегодня мы поговорим о модификациях от Alliance Team. Вам очень зашел прошлый ролик про модификации от команды Zaurus. Так что ловите еще. И приятного вам просмотра. Гладиатор 2. Время Альянса. Представлен как сюжетный аддон, разработанный на оригинальную версию игры Сталкерезу в Припяти. Мод предлагает игроку пройти новый сюжет, по-прежнему от лица майора Дегтярева, который остался в зоне отчуждения. Оставшись в зоне, майору предстоит ответить себе на один вопрос. Кто я и для чего я живу? Сюжет мода Гладиатор 2. Время Альянса будет разворачиваться на 8 игровых локациях, которые населяют 11 группировок. Модификации богаты не только на различные нововведения, но и интересные квесты и задания, различных видов и направленностей. При выполнении квестов игроку предстоит опробовать действия боевые вертолеты, а также различную наземную боевую технику для уничтожения противника. В общем, скучать точно не придется. Среди сталкерской братьев ходит легенда, гласящая, что самое трудное в зоне это достижение Гладиатор Зоны, которое не зависит от какой-либо идеологии очередного клана или кланов. Это слияние духа сталкера с Зоной. Не каждому дано найти в себе силы, мудрость и мужество завоевать это достижение. Но подавляющее большинство мечтает об этом. Главный герой принадлежит к этому большинству, стремясь любым способом завоевать право называться Гладиатором Зоны. В процессе развития сюжета Александр Дегтярев раскрывает коварный замысел осознания, который ясен и прост. Уничтожить все кланы оставь в зоне только мутантов и роботов-биоников. Теперь главный герой будет участвовать в освобождении Зоны от контроля осознания, помогая всем и каждому, выполняя различные задания, как и сложные, так и не всегда обычные. Главная идея сюжета заключается в том, что перед лицом всеобщей угрозы уничтожения объединяются самые противоречивые силы, идеологии и мировоззрения. Нововведения Теперь главный герой может не бегать с одной локации на другую. Все перемещения по зоне происходят с базы Альянса. Новая боевая техника, возможность вождения и ведения огня. У техника на базе Альянса есть прирученный код. Боевой вертолет весьма пригодится при выполнении заданий. Интересные игры и боевые задания всех видов. Снайпер, Диверсант, Защитник и Мститель. Также в аддоне использовано много других фишек. Подробно о других нововведениях, сделанных в аддоне, вы узнаете непосредственно при прохождении мода Гладиатор 2. Время Альянса. Сталкер Это такой проект, в котором игроманы чаще всего должны действовать только за себя. Но бывают случаи, когда практически всем группировкам надо соединиться для уничтожения общего врага. Про это рассказывает мод Время Альянса 2. Это интересная и увлекательная история о воссоединении непримиримых соперников. О новых аномальных зонах и о тайнах, которые игроки будут раскрывать вместе с главным героем и его командой. Во многом данный проект похож на мод Гладиатор. И практически является его продолжением. В этой части игроки вновь сыграют за Дегтярева, который получил новое задание. Среди сталкеров ходят слухи, что существует некая зона Гладиатор. Тот, кто сможет ее найти, будет властелином всего периметра. Многие идут на этот шаг, но погибают один за другим. Потом сталкеры принимают решение объединиться в Альянсе, чтобы противостоять невидимому врагу. Дегтярев понимает, что кто-то за этим всем и стоит, и ему надо найти тайного организатора массового действия. Данная часть ориентирована понемногу на каждый элемент, потому и геймплей получился целостным. Будет много борьбы внутри отдаленной зоны. Поэтому геймплей порадует игроков не только запутанным сюжетом, но и многочисленными противостояниями. Можно и даже нужно искать различные артефакты, которые во многом помогут главному герою. Нововведения. Новые локации. Разработчики внесли три совершенно новых локации, на которых идет активная жизнь. Каждая локация густо заселена и имеет свои особенности. Вместе с тем, стало больше торгашей, у которых имеется неограниченное количество денег. Это поможет геймерам более выгодно продавать артефакты. Новые тайники. Одними сражениями в зоне все не ограничивается. Разработчики внесли большое количество новых тайников, чтобы игроки могли внимательно исследовать территории. Можно найти не только артефакты, но и различные вещи, которые герой может положить в свой рюкзак. Продолжение следует... Припять. Точка отчета. Сюжетная модификация, являющаяся приквелом известного аддона «Время Альянса», платформой для которого стала оригинальная игра сталкеров в Припяти. Сюжет мода будет разворачиваться на четырех игровых локациях, одна из которых под названием «Острова». Смоделированная с нуля и является авторской разработкой команды «Время Альянса». Припять. Точка отчета сохранит концепцию боевика и обещает игрокам интересное и увлекательное путешествие по новым локациям, сопровождающиеся перестрелками, которые, к слову, стали одной из особенностей аддона. Сюжет мода будет представлен от лица майора Дегтярева, которому предстоит принять участие в поисках пропавшей научной экспедиции. Помимо сюжетных, игра получила множество и геймплейных изменений, которые делают ее прохождение значительно интереснее. Действие сюжета будет разворачиваться на четырех игровых локациях. Это лаборатория Х-8, путепровод Припять-1 и объединенная локация Припять, тени Чернобыля и зооприпяти. Дополнительно в игру была включена четвертая локация с названием «Острова». Стоит заметить, что она будет интересна в первую очередь любителям пострелять, не являясь при этом обязательной к прохождению. Ассортимент вооружения бронекостюмов приквеля будет достаточно разнообразен. Его основой станет адаптированный репак, состоящий из элементов ранее использованных в таких модах, как Сиджерриус мод 1.7 и Геонезис аддон. В игре появится такой вид вооружения, как арбалет, оснащенный несколькими видами стрел. Его появление в игре не случайно и напрямую зависит от квестов, в которых он будет являться средством успешного выполнения заданий. У персонажа появилась возможность апгрейда оружия и установки навесных элементов, таких как подствольный гранатомет. Стоит заметить, что огонь из него и НПС ведут до тех пор, пока не закончатся боеприпасы, что довольно логично. Одной из существенных особенностей системы апгрейда является реализованная возможность главного героя самостоятельно производить модификацию вооружения. Главной составляющей для успешного проведения апгрейда является выполнение специальной линии квестов, которую можно получить у техников. По мере выполнения заданий вы будете находить необходимые инструменты и книги навыков. Важно для тех, кто, возможно, захочет облегчить поиск необходимых инструментов, прописав себе в рюкзак, ждет разочарование. Техники их просто не примут. Всего веток апгрейда будет 5. Соответственно, 5 книг и 5 комплектов с инструментами. Проводить модернизацию будет возможно лишь на моделях советского производства. После нахождения необходимых, а самое главное, совпадающие пары книги и инструментов, для вас будут открыты достижения, сопровождающиеся появлением СМС. В каждой книге и наборе инструментов будет предоставлена информация, для какой ветки они предназначены. Нахождение каждой книги и комплекта снизит цену модификации и ремонта на 10%. Реализованы рандомные появления аномальных образований на локациях. На каждой их будет не менее 500. При этом аномалии после каждого выброса будут менять свое расположение со случайными координатами, тем самым создавая имитации постоянного изменения зоны. Дополнительно, аномалии будут иметь свойство реагировать на сталкеров. Объект поиска описанного в задании на миникарте отображаться не будет. Поэтому для успешного выполнения заданий, необходимо мобилизировать свое терпение и сталкерскую смекалку, не забывая при этом включать мозг. Внимательно читайте диалоги. В них будет даваться информация и подсказки по местонахождению квестовых предметов и персонажей. Обратите внимание, что сами квестовые предметы также могут являться источником полезной информации. Поэтому читаем все описания найденных квестовых предметов, попавших за грома ваших рюкзаков. Мод довольно разнообразен в плане тайников. Среди привычных, выполненных видеорюкзаков, вам будут попадаться тайники иного вида. Это необходимо учить при прохождении. Кстати, это относится и к инфопредметам. Они также могут быть выполнены в другом виде. Поэтому разработчики советуют проверять все предметы, попадающие в ваш рюкзак. В сталкер припеть точка отсчета присутствуют и заминированные тайники, которых, как и кодов, будет 20. Обратите внимание, что коды необходимо найти в игре. Получение кодов читерскими методами приведет к взрыву тайника. Стоит заметить, что данный тип тайников не является обязательным для поиска. Не являются квестовыми, но имеют неплохое наполнение. Поэтому выбора искать или нет, остается за игроком. Реализованы системы симуляции, или же по-другому Alive. Группы сталкеров свободно перемещаются по игровым локациям. Самостоятельно ведут боевые действия. Собираются у костров, рассказывая анекдоты под гитару. В дневное время сталкерские отряды разбредаются по территории локации. А с наступлением ночи возвращаются на свои места. При надвигающейся угрозе выброса, сталкеры убегут в открытие. ПДА оснащен картой, выполненной в стиле сталкер «Чистое небо». С отображением на них сталкерских группировок сделаны шаги к оптимизации. При этом в игру добавлен уборщик оружия, благодаря чему перед каждым выбросом с локацией будет удаляться бесхозно валяющиеся вооружения. С целью дополнительного разнообразия игрового процесса, разработчикам была добавлена так называемая викторина. Целью которой является представление возможностей дополнительного заработка. Викторина поделена на две части и рост на различных персонажей. Выглядит в виде диалога. Поэтому теперь можно заработать не только умея владеть автоматом, но и своим интеллектом. Время Альянса 3. Связь времен. Эта сюжетная модификация представлена как сиквел серии мода Время Альянса. Связь времен стала финальной частью проекта и неразрывно связана с сюжетными нитями с предыдущими частями истории об Альянсе. Кроме нового нелинейного сюжета и квестов, игра приобрела массу новых игровых уровней, как в основной, так и в фриплейной части сюжетной линии. Прохождение мода Связь времен постоянно будет провоцировать игрока на постоянное принятие решения, как явно, так и скрытно. Игрок обречен на выполнение массы разноплановых сюжетных заданий. Поиск, расследование, спасение персонажей, выдаваемых новыми персонажами. А квестовые цепочки выведут главного героя бандита Пашку на встречу со старыми знакомыми персонажами. Например, таких как Майор Дегтярев. Точка отсчета, время Альянса, а теперь и финальная часть истории. Связь времен. Почему так? Да потому что, что события, происходившие в первых двух частях, незримо связаны между собой и общими идеями. Но и это даже не главное. А главное то, что мы когда-то делали в прошлом. Наши мысли, дела и поступки неотразимо скажутся на нынешнем. И то, что мы будем делать сейчас, неизбежно повлияет на наше будущее. И не только на наше. Главный герой финальной части это бандит Пашка, попавший в круговорот событий, связанных со всем, что происходило в Припяти. И будет происходить параллельно основным событиям, вооруженного противостояния объединенных сталкерских группировок, осознанию. Пашка умный и начитанный парень. Он хоть и воспитывался в бандитской среде, но получил неплохое образование от бывшего ученого, прибывшегося к бандитам. Пашка не идейный борец со злом. Ему безразличен Альянс, с его идеями. Занимает его большая собственная кубышка и благополучие своей группировки. Но все меняется в этом мире, в том числе и мировоззрение главного героя. Нет, он никогда не проникнется до конца идеями всеобщего единства. Никогда до конца не будет доверять людям из Альянса. А Альянса будет платить ему той же монетой. Постоянно проверяя чужака. Но именно простые, жизненные, а не куда другие события, позволяют ему переосмыслив все происходившее вокруг и действовать на стороне Альянса. Геймплейные особенности. Все персонажи в модификации смертны, лишь в очень немногих случаях. Отдельным персонажам временно будет даваться бессмертие. Атмосфер 3 и СТ-Коп Вэпан Пак 2.5. В Атмосфер 3 оставлено меню опций, так что каждый сможет настроить погоду и явление так, как ему нравится. Вариативность основного сюжета. Выбирать как поступить придется часто. Выбор будет как явным, так и нет. И в отдельных случаях будет влиять на прохождение основного сюжета в дальнейшем. Новые уникальные аномалии. Жажда главного героя. Еда и медикаменты, кроме бинтов, будут увеличивать в разной степени жажду. Использование энергетика будет понижать жажду. Главный герой будет иметь снаряжение и флягу, рассчитанное на три приема. Наполнить флягу водой можно у торговцев и у некоторых сталкеров. Причем, снизить жажду можно будет и поместив на поиск определенный артефакт. Поскольку главный герой бандит, то в модификации введен навык воровства. Главный герой может обворовывать любого сталкера. Но большинство из них не один раз. Чтобы получить начальный навык воровства, надо пройти груз обучения. Дальнейшее повышение квалификации будет происходить автоматически. И зависеть от количества удачных рашу сталкеров. Собственная озвучка отдельных игровых моментов и катсцен. Большая система достижений, созданная по принципу «каждому по делам его». Достижения условно разделены на положительные и отрицательные. За положительные игрок будет получать бонусы. А отрицательные достижения никакого не будут носить вреда, кроме как морального. Но вовсе не факт, что игрок может получить все достижения. Предварительно все возможные достижения игрок сможет посмотреть в своем КПК. А также, самая главная геймплейная особенность, это наличие фриплейной игры. Основные локации. Юпитер. Охлестности Лиманска. Объединенные локации Лиманской Рожелез. Бар. Лаборатория X5. Радар. Некоторые из этих локаций были незначительно переработаны под нужды проекта. А также фриплейные локации. Это ЧАЭС, Темная Лощина, Армейские Склады и Объединенная Припять. Вот мы и поговорили о модификациях от команды Альянс Стим. Теперь, я могу вам сказать одно. Когда вышла первая часть время Альянса, с первых минут игры, мод мне залез так глубоко в душу, что я остался фанатом серии модификации от Альянс Стим. Аж до этого момента. Я помню, как я прошел Гладиатор 2. Первая часть получилась не очень большой, так как сюжет закончился на переходе с базы Альянса на Армейские Склады. Как сейчас помню, я около часа пытался перейти на Армейские Склады. Я думал, что у меня сломалась игра. Но потом, когда у меня уже не осталось сил, я зашел в интернет и узнал, что на этом сюжет обрывается. Спустя несколько месяцев выходит продолжение. Время Альянса 2. Я тут же после школы пришел, скачал новую часть и пошел играть. Помню, я играл две ночи. Начало Гладиатор 2 и время Альянса 2 одинаковое. Но я ждал момента, когда же я перейду на Армейские Склады. И вот этот момент пришел. После того, как я прошел время Альянса 2, я начал ждать продолжения. Прошел год, а новой части еще нет. Но прошел еще один год и при питочке отсчета появилась Сити. Я, как обычно, скачал мод и пошел играть. После прохождения всех трех модификаций, у меня остались только положительные эмоции. Потом в сети появилась информация, что должен выйти время Альянса 3. Но, как я помню, слов «Связь времен» не было в названии. Просто было написано «Время Альянса 3». Я три года подряд, когда не было модов, в которые можно было поиграть, я заходил в интернет и постоянно писал «Скачать время Альянса 3». Время Альянса 3 и дата выхода. Новая информация о «Время Альянса 3». Но информации не было. И в этом году состоялся релиз «Время Альянса 3. Связь времен». Разработчики сказали, что мод готов на 100% и через неделю они его релизнут. Но потом разработчики заявили, что не до конца закончили озвучку и релиз переносится на месяц. Я такой, блин, ё-моё, я уж тут собрался подирать. Я так ждал. Но месяц прошел быстро. И я все-таки добился своего. Я прошел время Альянса 3. Я увидел кучу нового. Кучу написанных скриптов. Новый, интересный сюжет. Многим не понравились перестрелки. Тупой сюжет. Женщины в зоне. Роботы-бионики. Альянс всех группировок. Супер-пупер крутые амазонки. Тупые диалоги. И я не буду продолжать. Мне плевать на мнение других. Мне модификации очень понравились. И всем этим модом я ставлю твердую пятерку. А на этом ролик подошел к концу. Не забудь подписаться на канал и поставить огромный лайк этому видео. Так как я нашел огромную информацию об этих модах. И рассказал вам. Также в закрепленном комментарии под этим видео. Я ставлю ссылку на интервью. С командой разработчиков Время Альянса. Кому будет интересно, можете почитать. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ну и... Концовочка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok